А сейчас пред вами предстанет меньшого Наталья с прекрасной басней «Мужчина средних лет». Мужчина средних лет, увидев седину, которая в кудрях его блистала, решил найти, избрать себе жену. Теперь как раз пора достать. Он был владельцем капитала, поэтому мог выбирать. Понравиться ему хотели все. Он не спешил, однако. Ведь дело здесь касалось брака. Две вдовушки приобрели права над сердцем зрелого поклонника и чувства. Моложе была первая вдова. Ну а другая, а старшая, обладала искусством восстановлять успешно то, что у нее природой было от не то. И обиды девушки, ой, домушки упрямо, среди веселья, смеха и услах, им она свой причес вылила. И голова, как у нее были сладко. Между тем, как старшая из них по блажку своих, корыстных целей ради, все темные выдергивала пряди, другая, седину щипала бедняку. Заметив это, жених, заметив это, сказал, спасибо, красотки. Хоть к вам и я ощипанно дало, зато в другом не повезло. О свадьбе мы оставим в печенье, которую бы я из вас не выбрал, вертеть захочет мой. Ценой волос купил я избавление, пришив в голове, пойдет все впрок. Это была Меньшова Наталья, а теперь Тюрникова Галина, романс «Ночь светла». 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Что, Мимушка, дома, барыня? Дома, дома. Скажи, что Степанида Банграцина пришла. Хорошо. Ба, 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 залетела ворона высокие хоромы. Ты как сюда попала? Как попала, так и попала. А что за спрос такой проявляется? Ишь, куда мальчик везде, знал бы свое купечество. И вот все, дворянами будешься. Что-то я смотрю, все хвосты так трепала, по передним шляпшись. Что с невежей-то говорить-то, сговорить-то не хочу. Ты вот с дворянством знакома? Ну-то я смотрю, ты хвосты как припала, сразу смотри, что-то на тебя. А я с купечеством. Своим домом живу, не хуже кого-то другого. И пламбатный есть. Чепчик-то натянула. Гребишь, ты горюкой не достанешь. А я вот, если не захочу, Пула в шинах, всех взбодрю. Важнее еще тебя. А что с невежей говорить-то? Обращений не знаешь никакого. Как есть дура, невоспитывая. Дура, дура. Да никто на ногу не наступит. А вот узнает Маркин Маркиночек, Зачем ты к ним ходишь-то? Он себя просто собьет. А скажи, зачем? Зачем я хожу? Ну известно, зачем. Врешь ты все. Врешь. Тринадцатый год вдали, И ничего не замешано. Никто на ногу не наступит. Ты, видно, с больной головы не здоровая. Здравствуйте. Ну что, молчите-то? Ну не тоните. То есть она говорит, У нее все благородное. Есть у меня два жениха. Такие киломеры, Что чудо. А какие же они такие? Матушка, благородные. А состояние-то не умеют? Служат, матушка, Жалобия не получают. А занимаются-то не чем? Живут они хорошо. Один песни поет, Другие стихи читают. А уж такие мучтивые. Да какие мучтивые. Я говорю, Ну вижу, хорошенько, Так вы женился, Ни на что-то не посмотрел. Интересно. А чины-то уже как-то есть. Чины небольшие, Но из себя уж больно красавцы. Так вы, я смотрю, Все перекатная. А у тебя-то что? Как она? Есть с мамушкой, Есть такой туз, И не ее жениха мучита. Да и ж не гробнушку У нас в комнице. Ну ладно. Спасибо тебе, Панкратина. Заходи как-нибудь на днях. Прощайте, Панкратина Петровна. Ох, если бы, Панкратина, То нам жениха бы хорошего достало. Сама знаешь, Я ничего не знаю. Ну а как в доме без мужчины? Есть, Панкратушка, Не было ни гроша, Да вдруг, а ты. Такой туз, Рукой не достать. Не, не томи, говори. Сама, Савич, Белугин. Да ты что? Да ты ведь миллионщик. Миллионщик, миллионщик. А как это он так? Да что, матушка, Дети-то его одолели. Сам он в большом доме Не живет. Что с балкончиком? Сын, а я там закрутся? Пьют. Кромой у них там, Сяк-то нет. Да что вы думаете? В какой, В который один-то выскочит на балкон, В глаза вытрачат, Руки под ними, Как за кричит страшным голосом. И ажарты довольны. А немного погода, Другое выскочит. Так и прокуратят. Чего хорошего? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты, Карповна, Спасибо. Заходи, В другой раз. Соседка идет, Сама примулаешь. Зайду, Матушка. Зайду, Матушка, Зайду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ